всем привет у нас сегодня настоящий выходной получился в общем нам детей не надо в секцию вести нам не надо на работу и мы с леры поехали в центр не нужна ткань на юбку они в школе будет шить егор у меня тут сел пастелинки лепить так егор где можно лепить где нельзя лепить а еще где нельзя на ковре смотри у меня а яйка будет понял красоту ли мои то что что-то лепят снимается чего пирожок с копченостями копченым а лера заказала вам с копченым мясом ясно вас вот смотри-ка у тебя сарафан и ты к нему придвинула стол вы их положите на край кровати я вам сейчас приедем в город надо их постирать будет перед школой так все в общем мы с лерой поехали так если что папа там в комнате и меня не баловаться ясно все пока уже с лерой подходим к бульвару к нашему показываю волгу если приближу там завоз на той стороне дорога сейчас мы перейдем чтобы нам не нарушать и на бульвар сейчас зайдем а мы когда выходили у нас было фраза такая далее я рассказала мы в центр а я по старой привычке сказала что мы в город в общем лерня спрашивает маму но мы и так в городе живем в общем вот у детей не знаю есть такая привычка нет наверное уже нет у нас у тех кто постарше еще осталась привычка говорить что мы не до центра а до города это еще наверное из-за того что наши родители так говорили вот это связано с историей нашего города раньше городом считалось только то что было огорожено валом это как бы такой остров он со всех старых окружен водой и был высокий вал ров все что было за этим валом за этим рвом это уже был не город но это так в древности а вот привычка говорить что мы в город осталось на несколько поколений вот так у нас здесь зимой выглядит ветра сейчас здесь нет такого сильного вообще погода хорошая я не помню горела она не горела рыбаки вон там сидят у нас не знаю видно вам будет не видно довольно далеко от берега они очень страшно конечно не знаю видно видно вот как раз около фонаря этой стране народу конечно немного на бульваре практически никого фонтан тут только летом работает мы тут снимали еще на тот на старый телефончик была ярмарка это было летом да день города у нас был мы здесь приходили смотрели ярмарка так конечно молодцы те кто приехал поработать на эту ярмарку а вот организация была ни о чем не умеют нас такие вещи организовывать я все вспоминаю мы случайно помнишь лет попали в евпатории на такую ярмарку да там и представление было красочное и мастер-классы были и просто показывали то как люди старинное ремесло вот сейчас используют воплощает в жизнь скажем так то что уже забыто и станок вот это помнишь ли станок да вязальный даже не вязальный а ткацкий наверное женщина ткала вот эти вот дорожки между прочим ткала из карачаевской пряжи она у нее да мы заметили карачаевская пряжа была вот очень нам понравилась ставить тех мастер-классов у нас у лера осталась кошечка вердела керамическую полуобитая полуобитая ну это уж мы так ее довезли Вася у нас по-моему ничего не делала да Миша делала птицу а Миша птичку делала Дети у нас с тобой не делали Лера ты говоришь невнятно я как попугай за тобой повторяю Дети ее разломали Дети ее разломали да В общем ярмарка эта вот была сколько мы лет назад были четыре года наверное уже назад и мы до сих пор ее помним то есть нам очень понравилось а у нас здесь каждый год как бы проводится ну вот конечно не цепляет так не интересно вот это вот желтое здание это бывший экономический техникум теперь это здание отдана русско-православной церкви тут у них епархия в общем теперь техникума здесь нет а училась я в нем сейчас попозже включим там дальше покажем что у нас еще есть так шаг назад сделаем у нас здесь еще остался памятник Ленину он в целости и сохранности за ним следят за памятником там бывший кинотеатр Волна теперь это магазин Миртехники а кафе тут у них есть игровая площадка там детская есть еще там где мы кресло покупали компьютерное единственное что вот если вам видно вот здесь у нас ели они голубые такие в детстве когда я была еще маленькая их посадили вот здесь перед памятником они были совсем крошечные маленькие в прошлом году они еще были вот такие же большие выросли и в этом году вот смотрите их уже спилили их убрали может быть новые высадят я не знаю хотелось бы конечно потому что когда жарко ну очень все печет а с другой стороны у нас в городе не особо-то мест для разного рода мероприятий я так думаю что этот памятник оставили наверное для таких мероприятий поэтому эти ели отсюда убрали вот это угловое здание это здание МВД у нас тут полиция следующее здание желтенькое там администрация нашего города вот в этом тоже желтом здании тут судебные приставы следующее тоже историческое оно такое но оно старое за ним не особо следят тут тоже магазины разные вот такая панорама интересная карта исторического центра города кстати наверное тут как раз и видно что сам центр он как бы островом получается река Волга это вот вот она у нас из-за ограды идет сейчас мы поближе река Кенишенко впадает в Волгу дальше там еще река Казаха но рекой уже трудно назвать так я извиняюсь за выражение речка Гомнатичка ее называют в общем ручеек вот да то есть у нас получается как бы вот через Кенишенко у нас идет Никольский мост его пленные немцы строили вот он здесь такой Кузнецкий мост он такой по типу дамбы сделан и вот на Казахе тоже небольшой мостик там у него названия нет просто мост через реку Казаха все там мукомольный завод раньше был его сейчас не знаю что с ним вернее с его зданиями но завода как такового нет уже несколько лет и какие-то проблемы там с дамбой идут потому что когда работал завод то они следили за дамбой а сейчас за дамбой следить некому я так понимаю что ее подмывает очень сильно ну весь центр города окружен дамбой и я не знаю в каком она состоянии но купаться уже запретили то есть в моем детстве мы на эти плиты ходили купались на реку на Книшемку довольно таки безопасно было вот с прошлого года уже даже штрафовали в общем нельзя там купаться очень много церквей у нас в городе сейчас покажу перечислено у нас Троицк-Успенский собор Успенский собор в Успенском соборе у нас был была картинная галерея а потом ее перенесли в другое здание и полностью отдали это тоже церкви так в общем очень много у нас церквей и часовен 10, 11 11 объектов получается на наш городок о гербе города Книшем тут написано в общем такой информативный довольно таки стенд музей военной техники под открытым небом это у нас там две или три единицы техники стоят перед входом в парк да пушка там самолетик какой-то был еще что-то да Книшемский драматический театр мы его показывали вот еще елочка там красивая была у него сейчас может тоже включим кинотеатр пассаж у нас он функционирует но мы его пока еще не снимали не показывали клуб Рим тоже мы еще вам не показывали вот как-нибудь надо в музей сходить девочкам да в этот Книшемский валенок попроситься очень интересные у них экспозиции интересные и рассказывают они экскурсию интересную делают так картинная галерея вот я говорила которая переехала из собора в другое здание всякие кафе гостиницы рестораны все перечислено сейчас попозже еще театр покажем драматический не знаю слышно меня будет нет в общем ветер у нас сейчас здесь поднялся вот наш театр имени Островского драматический его так немножечко подремонтировали внешний вид у него получше стал тут у нас ЗАГС вот у нас еще такая достопримечательность там как его назвать не знаю дерево счастья не дерево счастья в общем замочки вешают когда свадьбы идут у нас есть фотография с детьми Васюша еще маленькая была в колясочке вот это деревце оно даже наклонилось потому что очень много было замочков ну вот их все срезали так что я не знаю да везде было увешано очень тяжело все вот лавочка примирения она сейчас подойдем поближе покажем смысл тот что садятся двое на разные стороны видите да сейчас с этой стороны стану но так как у лавочки есть наклон в центр то вроде как они и на разных сторонах но все равно плечо к плечу в общем лавочка примирения и вот такое вот я люблю хинишу уже маркером зарисовали там вдали вот этот мукомольный завод который я говорила что вот он не работает сейчас приближу вот там трубы все заброшенное ну вот он наш заброшенный мукомольный завод сейчас приближу это вот как раз мост через реку Казаха это Казаха далее вот она впадает в Волгу даже вот отсюда видно да что дамба она размыта там есть колодцы или коллекторы как их правильно называют я не знаю я не инженер конечно в общем они в ужасном состоянии нет мы сейчас камеру выключим и пойдем через Лер ты прям ясновидящая сейчас как мы пойдем и Мишу встретим вон они идут Миша по посту сюрприз да сюрприз нам конечно надо подождать когда машина проедет потому что обрызгивается полностью весь тротуарчик он здесь очень узкий и дорога очень узкая он не видит нас Миша Миша поздоровайтесь ага вот-вот да-да Миш вот мы из-за этого стоим ждем когда поток пройдет чтобы нас не забрызгали вы куда вы куда мы сейчас идем куда мы сейчас идем а думаешь там работают да нет в туфельках ой ой ну кошмар ладно давайте шагайте они у нас они у нас в трезвое поколение ходят там организация такая в общем проводят разные мероприятия им вроде как интересно в общем мы не против пусть занимаются ну что Лер мелким перебежками чтобы вас не забрызгали как Мишу мы периодически выключаемся все-таки нас облили обрызгали с ног до головы так что у нас минус два сейчас все в стирку пойдет ой и у нас опять начинается сезон как его сезон ведер дети пришли из школы ведро налить обувь перемыть потом дети пришли из секции опять то же самое а если еще и куда-то нужно сходить еще раз то это уже будет ой в общем если это все не мыть то будет грязь в общем мы опять ползем не пойми где Лера я даже не понимаю где мы идем в общем мы же привыкли все машина машина да такая вот тут гора крутая сейчас поднимемся покажем смеюсь над Лерой Гульера это тебе не по Евпатории пешком там одно удовольствие да Леруль вот так вот такая панорама это вот река Казаха это мукомольный завод заброшенный там высокое вот это оранжевое здание сейчас приближу это налоговая инспекция у нас здесь сейчас раньше когда я еще маленькая была там был райсполком потом сделали библиотеку взрослую потом библиотеку перенесли в другое здание поменьше и теперь у нас в одном здании взрослая и детская но на разных этажах вот но все равно библиотеки у нас хорошие большие да Лер там читальные залы есть тематически проводят встречи разные очень так хорошо работает библиотекарь мне нравится там есть читальный зал да и в детской есть и в взрослой вот ты не ходила никогда в читальный зал да а я помню мы ходили ой не было же книг в продаже вот по готовке по рукоделию и мы ходили в читальный зал и переписывали то что нам хотелось по вязанию или там какая-то простая готовка из практически учебников для детей можно сказать чтобы это было доступно не то что там в журнале работница там такие продукты перечислялись мы таких продуктов и не знаем вот а когда я наткнулась вот на такой учебник я конечно за неделю его себе весь переписала ходила и иногда готовила блинчики еще что-то потому что мама это все не делала но у нее на это были свои причины у нее заболевание было поэтому в общем как-то так не созрела я еще все рассказать да и наверное не интересно никому будет что там у человека было в прошлом в детстве есть канал я его иногда периодически так смотрю как он называется точно не помню что-то эзотерика и каналка сейчас наговорю в общем неправильно я ссылку потом оставлю в описании вот и там хозяин канала говорит что у людей очень много штампов так вот я наверное сплошной штамп вот так запрограммировано с детства как и что нужно делать и поломать это все очень и очень сложно а в некоторых позициях и практически невозможно мы это все привыкли называть воспитанием но действительно это наверное штампы а не воспитание ну что Лер поняла где мы идем не знаю получится у меня нет но в общем говорить не буду просто сниму потому что ветер идет мы идем мимо голубятни сейчас я так встану и приближу ну почему они замерзли они сытые красивые получится еще увеличить нет нет все ну кто-то любитель голубятня помнишь фильм любовь и голуби у них тоже голубятня была вот такие красавцы их тут немало вот есть увлекающийся человек видимо есть ли у нас в городе еще не знаю есть есть еще голубятни да вот такое он ближе ко второй больнице который такой у нас город интересный человек ж не за мы в хотя как на в в о